добрый вечер друзья еду домой с работы как-то неожиданно мне это поездка врезалась как бы вход повседневных таких дел и немножко вышибла меня но вот я думаю что из-за трех часов разницы во времени может быть еще чего не знаю так я немножко мозгами вхожу в работу и из впечатлений которые у меня есть вот спрашивают там там про сравнение калифорнии там ничигана и так далее отложив в сторону чикаго потому что как бы отдельная планета я с мичиганом сравнивать не буду то есть может быть там если с детройтом там где-то я в детройте не было не знаю вот а вот такая мерная жизнь вот тот же берин спрингс где живет сергей тамошний блогер и вот эти маленькие городочки один в другой переходящие так на расстоянии на некотором не так сразу дороги вроде однополосные но там такое ощущение что кроме тебя уже никто и не ездит дороги хорошие такие знаете приличное приличное покрытие в качестве и когда въезжаешь в мичиган вот мы со стороны индианы там разъезжали и там такой знак стоит написано какое-то слово пьюр пьюр мишиган да такой чистый почти девственный маска чистенько там действительно чистенько там другой размер какой-то другая планета другой ритм жизни вот там не работают люди по 12 часов них не работают стартапах где уже все давно забыли там что еще какая-то другая жизнь кроме работы не ездят по дорогам где какие-то толпы народу где пробки и в общем как-то и вот на лицах людей лица другие совершенно другие лица не только в этническом плане то есть вот смотришь там вроде все белые а где же из индии народ где может там из китая кто как-то нету вот все белые хотя когда вот мы выясняли там на ферме кто же там работает но вот кто яблоки собирают но там говорят но есть мексиканцы есть и мексиканцы как бы мигрируют то есть вода не там с теплых местом раньше урожай собирают и потом так на север на север на север а потом может быть там едут домой там на зиму я не знаю чем они еще занимаются такая сезонная работа вот но я лично не видел практически но не отложилось такое ощущение что все белые в ресторанчике подают там на заправке работают в магазинах во всех и тогда другой какой-то мир совсем или цены такие спокойные умиротворенные и вот такие городочки вот сам берин спрингс где живет сергей он просто очаровательный вот слов нет там вокруг конечно есть какие-то следы былой роскоши например это может быть город в котором когда-то что-то было и вот это то что было она давала работу давала жизнь а потом вышла из бизнеса и мы с вами знаем что очень много чего периодически выходит из бизнеса особенно в мире где там производят что-нибудь машиностроение какой-то химическая промышленность еще что переводит про производство в другие страны меняются технологии не выдерживает компании конкурентной борьбы и пошло и поехала и пустеют сразу эти городочки бизнес оттуда уходит работа уходит и ты проезжаешь и ты заходишь и вот такое ощущение что ну как вот разруха какая-то там прошла таких мест там тоже много я не могу сказать что мы этого не видели она есть но поскольку как я сказал там вот эти городочки там по 5 по 8 тысяч населения а может быть меньше то ну не в одном так в другом люди там ездят на работу то есть например не то что ты живешь в этом городке где 8 тысяч населения ты там же работаешь совсем не обязательно вот там есть крупные работодатели такие как вот верл пол это громадная контора есть поменьше но тоже достаточно приличного размера есть есть маленький есть очень много народу которые там малым бизнесом занимаются есть просто self-employed всевозможные там электрики сантехники простую работу выполняют то есть простой работы как бы много там много не заплатят но с другой стороны послушайте вот я вам показывал дом 160 тысяч долларов дом это что разве нужно какая-то сложная работа чтобы такой дом купить ничего такого не нужно вот мы видели дом еще один я не стал вывешивать это видео потому что это было то что называется если категория for sale by owner то есть не рилла стоит на и агент продает владелец сам продает вот их него заходишь дом а он там живет вот мы приходим там женщина у нее кошка такая рыжая пушистая мужик внизу этого бейсменте сидит бейсбол смотрит по телевизору и вот мы так походили но дело в том что когда ты там снимаешь я снимал но она такое личное что я просто не постеснялся вывешивать я считаю что это как бы для меня это было бы неприлично вот я бы себя чувствовал не очень хорошим человеком который вот вот так такое вывешивает но вот они хотели что-нибудь там ближе к двумстам тысячам у них конечно намного интереснее был дом и ну а делом хорошо и так далее но мы видели дом за 250 тысяч который но мы будем сейчас подороже стоит люди его купили несколько лет назад за 250 тысяч он стоит на берегу озера там акр земли то есть пол гектара земли в живописнейшем месте очень потрясающим школы хорошие и мы со светой смотрели на это все и вот у нас такие были дискуссии что слушай но ведь вы так же люди тоже живут вот мы показываем у себя на канале там калифорнию есть если бы калифорнию мы не показываем лос-анджелес или там orange county или там сакраменто полусонный понимаете мы это показываем бьющую ключом по голове кремниевую долину где бунируют цены где вообще такое движение людей денег всего на свете вот такое знаете и периодически возникает вопрос вообще ради чего все вот такие ну такие стрессы такие подвиги люди совершают зарабатывают большие деньги живут там ютятся где-то и так далее конечно есть очень много плюсов у той жизни которая есть тут кто же говорит но во всяком случае есть еще другая жизнь тоже и если вы смотрите как бы на америку думаете как тут люди живут а как мне жить а как вообще вот куда поехать чем заниматься и так далее есть много любое в любой практически работает там не все люди тестируют не все люди программируют не все люди вообще инженерами не все люди работают есть масса народа которые живут такой размеренной нехитрой жизнью а если которые живут там в украинской деревне ну и украинен вилла что-то там вот в этом селе в чикаго и там же и работают там может в кофешопе но я думаю они еще учатся при этом наверно и стараются как-то вырваться из такого маленького пространства жить в большой стране в большом пространстве тем более чикаго конечно это громадный город и там очень много работы практически любой это же тоже интересно да вот люди которые живут в мичигане и люди которые живут в чикаго в этом чикаго очень много такого дачного что ли бизнеса для людей которые живут в чикаго то есть если вы живете в чикаго вы там хорошо зарабатываете но вот скажем уровне там кремниевой долины допустим доходы и хочу такой дом там купил себе дачу за 160 тысяч за 300 за 500 конце концов на берегу озера мичиган там за 500 долг тысяч купил себе а чем здесь что такое здесь вот 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 мы тут едем что такое здесь 500000 это даже я не знаю ничего такого и купить ты нельзя в принципе ничего нет вот а там целый домина еще на берегу озера со своим доком там для яхты поэтому там такие как бы курортные места у нас тут тоже есть курортные места например вот от этого места где я сейчас нахожусь и с вами беседую там до санта-круз но если пробки нет как вот сейчас там время такое пиковые ну вот скажем я пятницу вечером езжу а можно в субботу то в субботу утром если позже там десяти уже тоже пробки выехал 45-50 минут и ты в таком в дачно-курортном месте есть другие дачно-курортные места до которых ехать три часа например вот туда озеро таха туда в горы и люди ездят и вот экономика например там какой-нибудь у озера таха вот тоже там вокруг происходит вся эта экономика держится на туристах которые приезжают из кремниевой долины ну может быть из других мест тоже не только из кремниевой долины то же самое рина таха там эти это уже в штате невада но там и горный бизнес вот они имеют трафик людей которые из калифорнии туда едут поэтому вот эта часть мичигана вот город сан джозеф где мы остановились там такое место хорошее такое симпатичное аккуратненько и чистенько я к сожалению не ну не вижу возможности просто поставить на машину ездить там квартал за кварталом квартал за кварталом просто показывать вам как это выглядит без того чтобы можно было что-то прокомментировать рассказать интересно и так далее но что вот так из окна смотреть но поскольку мы поездили и посмотрели и поплутали там иногда не специально то конечно нас очень такое яркое впечатление при том что мы не любим зиму и снег тоже не будем там расчищать и когда дожди все время не любим хотя любим когда травка зеленая да и холодную зиму не любим ну чё тут скажешь вот и озеро такое красивое она замерзает там может не каждую зиму но замерзает вот там полноценная такая нормальная зима причем мы-то люди московские ну вот я там и чё нам зима чё нам снег то есть если бы сразу например из москвы туда попали так было бы абсолютно такое нормальное перемещение может быть даже более комфортно чем чем то которое с нами произошло когда в субтропический климат попали из такой средней полосы российской так это гораздо больше стресса было бы такого климатического но может быть он даже хороший такой стресс ничего страшного сейчас страшно сейчас мы уже не хотим так снова в снег но там там бы здорово и там когда едешь на машине за рулем там смотришь по сторонам а там леса вот я не могу лучшей аналогии найти чем подмосковье вот такие точно подмосковные леса подмосковные луга какие-то поля но если же там скажем не пшеница растет и кукуруза вот так вот тоже желтая но кукуруза и чикаго находится как нам сказал сергей на широте сухуми то есть я говорю может быть киева нет нет сухуми и если бы конечно не холодные ветра там с канады и озеро и так далее там там был совершенно другой климат да но дальше получается а куда ты едешь а кому ты едешь и едешь в чикаго конечно там вот это ukrainian village там 40 тысяч украинцы там 100 тысяч русскоязычных конечно там господи боже мой то есть там можно без языка устроиться и на стройку и в магазин там или с ребеночком сидеть и так далее то есть там понятно куда ты едешь если ты едешь сразу в мячиком как ехал скажем сергей но сергей ехал у него же работа была и у него английский был какой-то достаточный для работы то есть он может быть переживал там что у него недостаточно но все-таки и и он там живет но он все-таки ему было немножко проще потому что он он женат на местной жительнице и как бы есть кому вводить его в эту жизнь то есть когда когда он уже стал совсем там ну может как местным да то есть был целый круг людей которые его вводил в этот бизнес в эту жизнь если человек приехал он никого не знает и никто им не занимается и он хотел бы жить вот там на медвесте вот в какой-нибудь таком месте очаровательным как штат мичиган но но как в общем очень-очень много вопросов на которые меня ответы лично нет не знаю тем более задним числом знаете как если бы мы сами приехали туда попали я бы может быть лучше сориентировался а так вот мы просто перевариваем и со светланой и так не не спорим но после это какая-то более такая глубокая теория за этим за всем а я просто смотрю и для меня все эти различия это различие в жизни стиле жизни вот лайфстайл то что называется да вот есть такой лайфстайл и вот если ты здесь живешь то или ты живешь вот в этом лайфстайл либо тебе плохо плохо в том смысле что ты материально не не соответствуешь и зеленый материально не соответствую что скажем чтобы зарабатывать много ты должен поменять свой этот лайфстайл на такое как у всех а если ты хочешь жить здесь так как мичигане тогда она наверно надо на волфе рыбы тени занята у тебя не будет своего дома в общем понимаете чем происходит такая вот история нам и чикаго очень понравился не только небоскребами но вот спальные районы не в пригородах прям самом чикаго вот та же самая ukrainian village и еще там места были очень мило вот эти домики кирпичные что-то трогательно я не знаю наша как бы ментальность такая мы мы тяготеем к кирпичному даже после многих лет жизни в калифорнии где у нас кирпичного ничего не было а вот только такие каркасные постройки но тем не менее прямо знаете как вот сердце щемит когда видишь там вот эти домики и они недорогие господи боже мой товарищ у меня есть позвонил из вашингтон dc и я так с ним поделился и он говорит миша он говорит а мне какого он раньше жил там в центральной части страны он где-то мне какого я смотрю как вы там про калифорнию рассказываете и люди которые вас смотрят могут подумать что другой америке уже и нету а она есть вот так что вот этот вот мидвест где мы тут были а может еще как-то называется не знаю так может я неправильно медвестом назвал никогда честно никогда не интересовался вот так чтобы так сильно поэтому мы подумаешь надо еще поездить и еще посмотреть и как-то такое знаете краеведение такое для себя устроить курс вот ну а тем кто досмотрел до конца я скажу что когда я с утра ехал я рассказал что у меня сзади там коробка стоит и она по почте получил вот я фирменные одежды прикупил для наших видео то есть наши фирменные одежды до жилетки вот у меня такая жилетка из бизоньей кожи можете представить довольно жесткая на самом деле ну ладно уже теперь как есть значит вот такая из бизоньей кожи как я боюсь как бы меня там любители животных или там какие-нибудь по этой части люди продвинутые не стали ругать но я бизонов не убивал я просто заказал жилетку вот и мне прислали по почте так что пахнет хорошо кожей знаете когда когда новая кожа очень приятный запах я сегодня в ней на работе весь день просидел она не жаркая так вроде тут подкладочка канала тоненькая такая очень приятно так что друзья наша наш фирменный стиль развивается мы не стоим на месте приобретаем с тем чтобы вас порадовать нашими жилетками но кто кто может порадоваться чужой жилетки это конечно не каждый может но то я шучу все ребят я немножко действительно устал еду домой и не знаю может быть пару дней пройдет пока вернусь так из состояния немножко офигелости в состоянии такое более привычное сегодня среда у меня правда такое облегчение вот сейчас через десять минут будет 6 то есть начнутся дебаты там третья третья серия третий раунд между хилари клинтон и ее оппонентом я не хочу и честное комико большое слушать не хочу и участвовать не хочу мне такое облегчение что я наконец из этого дела потихоньку выбираюсь потому что я слишком глубоко ушел в детали и это связано с тем что я вам пытался рассказать я вообще на прошлый выбор вообще и не ходил до вот а тут канал наш и как-то так вот я вовлекся с тем чтобы вас как бы проводить по этому лабиринту а теперь все я я свою это я эту избирательную кампанию для себя закончил вот подождем результатов там и бог с ними да хорошо ладно значит мы на этом заканчиваем как бы историю о том что произвело впечатление на какие мысли все это навело поездка вот это нашим да я я лично под очень большим впечатлением от чикаго и и еще вы ездили по штату индиана и там конечно очень сложное впечатление вот такое ощущение что там такой манифекция что-то производит заводы трубы как-то так хотя там есть места где люди живут и там очень очень симпатично и очень мило но ты просто едешь по дороге и со всех сторон такие вот странные места ну как-то где-то заброшенные громадные какие-то кирпичные здания где может быть когда-то был завод а сейчас его нету если стать красивые там современное здание вокруг него два заброшенных нот как-то вот так очень неоднозначно хотя безусловно индиана в экономическом плане очень ну я бы я бы сказал процветающий штату там сбалансированный бюджет там полно работы и многие люди из южной части мичигана ездят туда на работу в общем такая вот интересная история все прощаемся